Итак, в прошлом году я смонтировал систему отопления, подключил газ, все хорошо, все работает, в доме тепло, но мне хотелось, чтобы система отопления была немножечко умнее, чтобы не приходилось каждый раз бегать к котлу и выставлять температуру теплоносителя. И, пообщавшись с людьми, я понял, что мне нужен термостат, но обычную крутилку, которая просто выставляет температуру, мне не хотелось, поэтому я начал искать какой-нибудь умный термостат. В итоге на Алиэкспресс я его нашел, стоит это удовольствие меньше 2000 рублей, доставляется там за 2 или 3 дня. И единственная проблема была только в том, как выбрать термостат, потому что обычно смотришь, модели, они вроде бы одинаковые, непонятно чем отличаются, и там ценник отличается на 10-20 рублей. Значит, три модели термостата прежде всего отличаются тем, что один работает по принципу сухого контакта, управляет котлом, а второй управляет нагрузкой, то есть это в основном нужно для бойлеров и для электрических теплых полов. И третий управляет нормально открытым или нормально закрытым контактом. В общем, мне нужна была модель GC, которая управляет сухим контактом. Когда мой термостат приехал, я там выбрал место его установки, это не должно быть место с прямыми солнечными лучами, это не должно быть место, где стоит батарея, то есть это должно быть достаточно нейтральное место. Я его выбрал в холле, этот термостат становится в обычный подрозетник и ничему не мешает. Не хотелось управлять климатом дома, выставляя температуру теплоносителя в котле, потому что температура на улице меняется, соответственно, теплопотери самого жилища, они разные, в единицу времени при разной температуре. В итоге получилось так, что, например, мне комфортно, когда на термостате 21,5 градус, моим родным комфортно, когда на термостате 22 градуса. Соответственно, кажется, полградуса, но ощущение... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь на выключенном термостате нажимаю кнопку вниз и держу 8 секунд, потом отпускаю, термостат начнет мигать, показывая пиктограмму Wi-Fi. Для дальнейшей настройки нужно скачать приложение Smart Life, ссылочку я дам в описании. Заходим в приложение и добавляем новое устройство. В следующем меню выбираю подменю крупная бытовая техника и бойлер Wi-Fi. Открывается меню настройки Wi-Fi сети, выбираю свою сеть и ввожу пароль. Надо отметить, что в сети 5 ГГц термостат работать не будет, он работает только в сети 2,4 ГГц. Нажимаю далее, перезагружаю термостат, ставлю галочку вниз и снова нажимаю далее. Примерно полминуты устройство будет добавляться в сеть и регистрироваться в облаке. Потом появится сообщение, что устройство успешно добавленное. Его можно переименовать. Ну а дальше сама настройка. Она может быть ручная, по графику или включен режим энергосбережения. Тут все интуитивно понятно. Устройство у меня в работе уже около месяца и каких-то глюков я не заметил. То есть работает все стабильно, управляется интернета тоже стабильно. Когда разница между температурами программируемой и в помещении доходит до 1 градуса, соответственно термостат включается. Когда разница между температурами полгородуса, он не включается. То есть нужно, чтобы температура упала на градус и тогда он включился. В принципе мне этого тоже достаточно. На будущее я бы наверное хотел изменить работу теплопольного насоса, потому что он мне сейчас работает по таймеру в основном в ночное время. Хотелось бы, чтобы это была тоже взаимовязка с термостатом. Я думаю в будущем я установлю реле, которое будет вместе с котлом подключать и теплопольный насос. На этом наверное пока все. Если видео было полезным, то там палец сами знаете куда. Оставляйте вопросы в комментариях. Я постараюсь ответить, если что-то не рассказал в этом видео. А как вы заткнитесь? Блин, да что с тобой, да? Ну-ка пошли отсюда. Место.